Под фермерский свист попал президент Эммануэль Макрон на главной французской агровыставке. Чем он так разозрил активистов и собирается ли он менять свою позицию, узнаем от Елены Абрамовича. Эта агровыставка – одно из флагманских событий во Франции. Ее всегда посещают президенты страны. Когда-то Николай Саркози заработал тут себе плохую репутацию. Оскорбил мужчину, который отказался пожать ему руку. Эммануэль Макрон ведет себя иначе. И даже меняет свой маршрут, чтобы пообщаться с недовольными и объяснить им свою политику. Французские фермеры обеспокоены переговорами о торговом соглашении с Южной Америкой. Я не знаю, будут ли южноамериканские торговые переговоры завершены. Слабое место этого сектора в том, что мы отправляем слишком много молодых животных за границу. Как результат, в ресторанах 70% мяса, которое мы едим, не производится во Франции. И это наша вина, а не Южной Америки. Недовольны фермеры сложной процедурой получения субсидий и конкуренцией со стороны экспортеров. Во Франции есть требования к стандартам для обеспечения качества. Но в страну завозят продукты из таких стран, как Аргентина или Соединенные Штаты. Они совсем не соответствуют нашим требованиям и прямо конкурируют с нашей фермерской продукцией. За несколько дней до открытия выставки Макрон пригласил сотни молодых фермеров к себе в президентский дворец. Пообещал защитить их от иностранных покупателей земли. И это помогло избежать масштабных демонстраций во время выставки. Впрочем, протесты в стране не заканчиваются. Бастовать в следующем месяце готовятся работники железной дороги. Недавний аудит показал размер убыточности госпредприятия. 3 миллиарда евро в год. Макрон решил сократить некоторые льготы и закрыть невыгодные маршруты сельской местности. Протесты и демонстрации во Франции неоднократно. Заставляли правительство отказываться от своей политики. Но не Эммануэля Макрона. Даже после самой масштабной волны в сентябре-октябре прошлого года ему удалось продвинуть свою идею сокращения 120 тысяч рабочих мест в госсекторе. Елена Абрамович, Иван Ермаков. Подробности. Европейское бюро телеканала Интер.